Упрямые и своенравные, дикие, домашние, горные, пушистые, но в случае чего могут пустить вход и рога. Такие они символы овца и коза. Почему сразу пара животных в ответе за один год? Что они символизируют и что нам предскажут? Узнаем сегодня. Нас ждут в Мингородском зоопарке. Знакомьтесь, безобидная, добрая и рассудительная овечка Долли. Кличку ей дали в честь той самой знаменитой на весь научный мир шотландской героини, первого клона млекопитающего. В переводе Долли означает куколка. Она получила прописку в зоопарке 4 года назад. Тогда искали подружку одинокой и грустной самки муфлона Лори. Долли ей стала вместо матери. Она, как и все домашние овцы и домашние животные, очень спокойно относится ко всему, даже можно сказать, философски, по овечье. Вот так вот. Каждый год мы ее стояжем. Сейчас на ней зимняя шуба. А весной, в апреле, в мае мы ее подстригаем. Муфлоны – это горные бараны, так что они тоже могут считать себя полноправными символами года. Сейчас в вольере вместе с Долли Лора Цитрус и их детеныш Принц Лимон. Живут они дружно, как одна семья. У Долли было уже пять ягнят, но в новом году она снова порадует сотрудников зоопарка. Прибавления ожидают в феврале. Первый Новый год встретит и молодой косыленок, дикий козленок Остин. Уже готова в зоопарке и нарядная елка. Летом малыша спасли из болота моряки в свой праздник – День военно-морского флота. На память ему сделали из рукава тельняшки форму и отдали профессионалам на воспитание. Остин за это время заметно вырос, а креп уже пробиваются рожки. Он ручной и послушный, но все же брать еду у незнакомцев остерегается. Но почему все же у года два талисмана? Есть несколько версий. По древней восточной притче 12 символов животных выбрал Будда. Он пригласил зверей на традиционный сбор правителей провинции. Первой пришла крыса, она и начала отсчет. А коза и овца явились вместе, только восьмыми. Чтобы никого не обидеть, Будда присвоил им один год. Однако по второй версии мы просто объединили две традиции. Так, в Японии восьмой символ – это овца, а в Китае – коза. Но нам не жалко, пусть властвуют обе. О популярности этих животных свидетельствует огромное количество памятников, установленных по всему миру. От серьезных и масштабных, до забавных и миниатюрных. Самая большая скульптура барана Мерино состоит в Австралии. Она весит 97 тонн. Его пушистые родственники есть также в Намибии. Целые стада пасутся в Америке и Великобритании. Бережно заботятся о скульптурах овечках и наряжают их перед праздниками жители Северной Ирландии. В России есть памятник овну. Знак зодиака установлен в Москве. Каза ни в чем не уступает. Памятники ей есть в Хельсинки, Греции, Норвегии, Ирландии, Китае. Грациозно выглядит козел в Казахстане. По-доброму – коза в Украине. В России скульптуры этих животных есть в Самаре, Выборге, Ижевске, Урюпинске. Снова удивляет и заставляет улыбнуться козел-мотоциклист в столице. Но самая знаменитая героиня народных сказок – коза Дереза – живет в Нижнем Новгороде. Дайте мне щипнуть немножко щевелечка и горошка. Кстати, этой озорной мультгероине в новом году исполнится 30 лет. А камерунскому козлу, который поселился в Белгородском зоопарке, только 7. Он молод, полон сил и энергии. Животное редкое, этот вид занесен в Красную книгу. Егор при этом любопытный, активный и очень любит ласку. Шуткой его здесь называют дрессированным. Он выполняет все команды. Он послушный, когда ему говоришь «переходи сюда», он сразу же переходит в перегонку, ждет, пока я разложу корм, сено наложу, уберем у него. И он это все ждет очень такой. А чем козла можно подкупить? Что он больше всего любит? Хлебушек, овес, яблочки, морковку, бурачок, капусту. У животных отличная интуиция. Вспомним осьминога Паули из Германии. Он предсказывал итоги матчей по футболу от Евро до Кубка мира. И 12 раз из 14 был прав. Американский срок Фил дает прогнозы погоды, предупреждает о наступлении весны. Точность его показаний колеблется от 75 до 90%. А мы решили проверить экстрасенсорные способности нашего рогатого друга. Приготовили заранее 4 одинаковые кормушки с надписями «Счастье», «Удача», «Любовь», «Богатство». Насыпали в них уже зерно и самое любимое лакомство положили, конечно же, хлеб. Скоро узнаем, чем нас порадует 2015 год. По привычке Егор побежал к своей деревянной кормушке. Но потом все-таки выбрал счастье. Значит, его в новом году у нас будет сполна. Но на этом белгородский предсказатель решил не останавливаться. Попробовал корм из кормушки с надписью «Богатство». Не будем долго держать в секрете, Егор не оставил нас и без любви. Добрался также и до удачи, но в последнюю очередь. Словно намекая, везение везеньем, а многое зависит от нас самих. Пользуясь случаем, мы не забыли поблагодарить за год уходящий, пусть и не совсем простой, но наполненный яркими и интересными событиями, трудолюбивых шекленских пони. Они предпочитают лакомиться яблоками. Но если вы хотите, чтобы хватило на всех, приносите сразу пару килограмм. Как ты яблочко-то хромкаешь? И не забудьте покормить ослицу гулю, которая прогуливается в вольере вместе с пони. Иначе обидится. Овца и коза вступят в свои права как символы года не в ночь с 31 на 1, а только 19 февраля по восточному календарю. Так что у вас еще есть время посетить животных в зоопарке, задобрить их чем-нибудь вкусным и рассказать свое заветное желание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я мечтаю поступить в хороший институт, сдать хорошие экзамены, и добиться чего-то очень большого. Я учусь в 39-й школе в 11-м классе. Особо так предметы меня не очень интересуют. Ну вот единственное, чем электроникой, робототехникой, ну вообще все, что связано с техникой. Я занимаюсь с 10 лет. Началось все с того, что я просто с детства начал разбирать всякие устройства и смотреть, как они устроены. Ну потом в 10 лет примерно моя крестная рассказала о том месте, где я занимаюсь. Ну и вот так вот примерно получилось все. Самое так запомнилось, наверное, экспоприорити 2012 вроде, или 13, я уже не помню, какой год был. Это была, пожалуй, самая интересная выставка, и там я очень многое увидел там, со многими людьми познакомился. Еще очень интересная была в Ярославле, там был молодежный форум. Будущий интеллектуальный лидер РРСИ было там очень интересно. Познакомился тоже со многими людьми, всем очень благодарен. Когда я узнал, что я буду выдвигаться в этом году на стипендианта мэра, ну я особо так ничего не почувствовал. Я становлюсь стипендианта мэра во второй раз, и я благодарен администрации города за эту поддержку. В будущем я хочу также продолжить конструировать роботов, ну и, возможно, хочу уйти в медицину, делать протезы для людей, которые потеряли конечности, ну и развивать эту область в России, так как в России все-таки она развита очень мало.